Анна Ильдеярова живет в доме номер 29 на улице Севастопольской почти 5 лет. Регулярно приходил сделать в квартире ремонт. Виной тому была старая протекающая крыша. Тогда жители дома решили вступить в программу фонда капремонта по ремонту элементов дома. Настаивали на капремонте кровли. Мы сейчас рады, что нам отремонтировали крышу. Мы очень довольны. У нас цветы здесь растут. Мы попросили, чтобы цветы наши не погубили. И нашу просьбу все удовлетворили. Спасибо большое. Работы по капремонту крыши начались около двух недель назад. Заменить кровли предстоит на площади более тысячи квадратных метров. Сейчас строительная готовность составляет более 80%. Параллельно идет санитарная обрезка старых ветвей у деревьев. Подрядчик вывозит с прилегающей территории строительный мусор. Полностью завершить работы планируется через 7-10 дней. Подрядчик, осуществляющий капитальный ремонт крыши, работает давно. Отсутствован в фонде. Ну, я думаю, несколько десятков, а может быть и сотню крыш уже сделал. То есть проблем с ним не возникает. Подрядчики в целом у фонда проверенные, хорошие. Поэтому результат, как правило, положительный. Проблем нет. Оперативно решить проблему с кровлей жителям помог проект «Мой дом». Его в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его задача – правовая помощь, просвещение и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Администрации Самары постоянно находятся на связи с жителями областного центра. Это помогает решать проблему более оперативно. Проведение собраний в онлайн-формате позволяет повысить прозрачных процедур, принятие решений для всех жителей. И сейчас, благодаря проекту «Мой дом», доля собраний, проводимых в онлайн-формате, достигла 30%. Это хороший показатель. Но он растет, и, конечно, будем двигаться дальше в этом направлении. Мы с жителями встречались на семинарах, мы рассказывали весь регламент, какого порядка, как участвовать, как проводить общее собрание. Муниципальный жилищный контроль оказал содействие в составлении акта дефектовочного, что и сподвигло оперативному принятию решения на капитальный ремонт кровли этого дома. Сейчас в областном центре идет плановая подготовка многоквартирных домов к зимнему сезону. И один из важных элементов – кровля. Только в Кировском районе в плановом ремонте находятся порядка 14 домов. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.